А там и коллекторы не заставят себя долго ждать. В июне депутаты Госдумы приняли закон, который должен положить конец их бесчинствам. Как именно они работают сегодня, Алексей Баженко оценил. Алине Нуре Ахметовой целыми днями звонят мужчины с непристойными предложениями. Да про порядочную девушку это не удивляет, ведь о назойливых звонках ее предупредили заранее. Вина мама Алины заключается лишь в том, что она в свое время разрешила подчиненной указать свой телефон при оформлении займа. То есть выступила поручителем. Мамина коллега по работе вовремя долг не вернула, а отдуваться приходится Алине. Коллектор звонит постоянно с угрозами и требованием вернуть деньги. Я тебе такой *** даже сделаю, а тебя даже прокаженные *** будут стороной отбегать. Еще более вопиющий случай в Челябинске. Фарида Ибрагимова покончила с собой после очередного общения с коллекторами. Она взяла в микрофинансовой организации в долг всего 5000 рублей, а отдать нужно было уже более 200 тысяч. Взыскатели долгов даже стреляли по окнам должницы. И даже после смерти родственникам Фариды продолжают поступать угрозы. А это прямое нарушение уголовного кодекса. Деятельность коллекторов достаточно пограничная со статьей 163 уголовного кодекса вымогательством. Если я начну им угрожать, если ты не вернешь долг, то тебе будет плохо. Все, вот здесь вымогательство. Самый радикальный метод избавиться от коллекторов до 2017 года обращением в полицию. Тем более нужно понимать, что львиная доля нынешних взыскателей долгов, использующих в своей деятельности преступные методы, это просто бандиты с большой дороги, сбившиеся в шайки под названием коллекторские агентства. На сегодняшний день, чтобы создать коллекторское агентство, в принципе, особых-то усилий не требуется. 10 тысяч уставного капитала, общество с ограниченной ответственностью, и все, пошла скупка долгов и прессинг-должников. С января 2017 года все изменится. За организацию коллекторского агентства придется заплатить пошлину в 100 тысяч. Да и активы компании должны будут составлять не менее 10 миллионов рублей. Тут уже случайных людей поубавится, тем более, что подобные организации будут включены в государственный реестр. И тогда коллекторская деятельность повсеместно станет не какой-то бандитской разборкой, а цивилизованным способом досудебного решения проблемы долга. Об этом уже давно мечтают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Человек, который вот сбился здесь в расчетах, сбился здесь в расчетах, запутался, потерял некий доход, и он весь на нервах. И, конечно, хороший коллектор должен взять его за ручку, посадить за стол и объяснить. Это не значит, что мы враги. Давай смотреть, какие у тебя есть активы, которые ты можешь продать без ущерба для жизни. Что можно тебя простить, что можно списать. И, к счастью, у нас много случаев вот таких мировых соглашений. Такая картина станет повсеместной и привычной со следующего года. А пока надо чуть потерпеть, но при этом помнить, что преступные действия нынешних коллекторов можно пресечь уже сегодня, просто позвонив в полицию.